Ветераны Норильсии 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 повышение производительности труда, было сказано в указе о награждении. Если профессионально так расценивать, то наши металлурги, я имею в виду заполярные, они ничем не уступят, а может где-то даже и выше, на парадах стоят. Я не хочу обижать южан, мне так кажется, что здесь у нас люди более закаленные. Сама обстановка их ставит в такие условия. Человек закаляется в них, в экстремальных условиях. Бригада Михайлова – это разные люди, но в характере каждого есть главная черта – любовь к своему делу. Он уже хотел на север уехать очень давно, еще с 71-го года. Мечтал уехать, висеть с отцом, но не получалось. Ну вот сейчас представилась возможность, и не жалею об этом. Первое впечатление, конечно, создается, да, масса такая, агрегаты, есть так маленечко. Ну а в принципе, да, боязни такой не было. Тяжелая работа. Я уже работаю 15 лет по своей специальности. Ну и думаю, дальше работать. Парень пришел к нам сюда на завод, у нас профтехучилища. Ну парень был смышленый, сразу включился в эту работу. Ну подсказывали ему, конечно, что. И вот в данный момент, вот сейчас он уже работает, он уже остается за старшим плавильщиком. Остается, ему доверяют мастер, ему доверяют смена. Ну, способный мальчик. Ну и некоторые приходят, конечно, и ленивые. А ленивые почему? У которых, верно, папа с мамой, наверное, с малых лет гладили их по головочке там. Ну и есть такие, что мамы говорили, что у нас, ко мне, меня один говорил, говорит, что, а мне мама сказала, чтобы сильно не перерабатывать. Был такой, да, он сейчас в армии служит у нас. Да, вообще молодежь приходит трудолюбивая, конечно. Север затягивает, засасывает, оно так и есть. Я сам испытывал на этом, ну и многие поколения испытывали. Теперь уже находятся вне Норильской, будем так говорить. На этой реке они с удовольствием, всегда и с большой, ну, любовью вспоминают те годы, проведенные или прожитые в Норильске. Один из таких людей Владимир Николаевич Всесвятский, почетный гражданин Норильска, строивший город, комбинат и самую северную в мире железную дорогу, связавшую Норильск с Енисейским портом Дудинкой. Я в Москве работаю уже 11-й год, после 32-х лет пребывания в Норильске. Ну и скажу, что до сих пор я никак не могу привыкнуть говорить «у нас в Москве», я говорю «у нас в Норильске». Да только, не только я, у меня дочь, например, младшая, Татьяна, родилась в Норильске. И она до сих пор не говорит, что «у вас в Норильске», она говорит «у нас в Норильске». Ветераны Норильска Помнят время, когда на месте этих улиц была тундра, и там, где стоят дома, шелестела колючая болотная осока. Медь, никель и кобальт дали жизнь этим улицам и площадям. КОНЕЦ Так начинался Большой Норильск. Первое заводское здание срубили из толстых бревен, сплавленных с верховью Фенисея. Кирпича, доставленного далекими путями, хватило, чтобы сложить дымовую трубу. Сегодняшний комбинат, включивший в себя города Толнах и Каиркан, это целый промышленный район. Это связанные в единую систему металлургические заводы и обогатительные фабрики, рудники и строительные предприятия, геологоразведка и каскад таймырских ГЭС, газовые промыслы и самые глубокие в стране шахты. Норильский металлургический – это комплексное освоение громадного района с целью дать стране цветные металлы, без которых немыслим технический прогресс. Норильчане ищут новые месторождения, строят новые заводы. Норильчане ищут новые месторождения, строят новые заводы. Их можно не обеспечить в Америке, чтобы ограничить билетарии. Норильчане немедленно, что я не могу рассказать. В проведении свободных отечественных металлургий, есть специальные инфекции, которые в行了-патрицах, статем и злобающие биологические отчеты на территорию. агрегатах, можем управлять любым процессом. Здесь применяется для управления той технологией, что у нас есть электронно-вычислительной машиной последнего поколения. Она может сама вести процесс без помощи и без активного вмешательства человека. Но если образно сказать, это и мозг, и сердце Надежинского завода. Я уже 11-й год на севере и впервые, пожалуй, в стране попал в такой завод с таким уровнем организации, уровнем оборудования. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Горняков и Металургов живет интересами комбината, которым руководит герой социалистического труда Борис Иванович Колесников. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Задача 12-й пятилетки и решение 27-го съезда партии здесь в Норильске будут выполнять те, кто сегодня прошел колоннах демонстрантов. В Норильске комбинат как раз является тем предприятием, где в 12-й пятилетке все позитивные изменения будут определяться широким внедрением достижений научно-технического прогресса, максимальным использованием накопленного, созданного и промышленного, и социального потенциала. И норильчане уверены в том, что задачи, поставленные перед ними в 12-й пятилетке, будут им по плечу, и они успешно их решат, так как они решали их в сложных по-своему периодах 50-летней истории развития Норильского комбината. Комбинат носит имя начальника строительства и первого директора Авраамия Павловича Завинягина. В 16 лет этот человек стал коммунистом, в 32 директором прославленной магнитки. Когда ему поручили строительство Норильского комбината, ему было 37. Сегодняшний Норильск во многом результат его усилий и его предвидения. Двумя золотыми звездами героя, шестью орденами Ленина, отметила родина его трудовые подвиги. Ледокол Авраами Завинягин, Норильску. Ледокол Авраами Завинягин, Норильску. Пройдите вдоль правого борта, сделайте разрез. Да. Енисей и порт Дудинка, ворота Норильска. В Дудинский порт с северным морским путем приходят основные грузы для норильчан. Отсюда же отправляется стране добытый металл. Дудинка это тоже комбинат в своем роде. Его грузооборот не уступает морским портам. Дудинские докеры ежегодно обрабатывают более двух тысяч судов. С 1978 года навигация стала круглогодичной. Ни полярная ночь, ни лютые холода, ни мощные льды не сдерживают поток грузов. В суровые дни Великой Отечественной Норильск был на военном положении. Хотя боевые действия велись за тысячи километров. От Черного до Белого моря протянулся фронт Великой Битвы. Военные заводы Сибири требовали металла. Чтобы остановить врага, нужна была боевая техника. 29 апреля 1942 года в Норильске был получен первый никель. Его самолетом доставили в Красноярск. И хотя первой Норильской тонны могло хватить на броню для 25 танков, никелевый фронт Заполярья начал боевые действия. В августе 1942 года гитлеровцы двинули вдоль арктического побережья тяжелый крейсер «Адмирал Шер». Это была реальная угроза Дудинки и Норильску. Крейсер дошел только до острова Диксон. Военная сила гитлеровцев разбилась о яростную отвагу моряков-североморцев. В мае 1944 года комбинату было присуждено переходящее красное знамя Государственного комитета обороны. Вручая его норильчанам, прилетевший с фронта гвардии полковник Фокин сказал «Залпы наших орудий, лавина наших танков начинаются здесь». В победную весну 1945 года группой строителей, была написана статья «Методы фундирования сооружений на мерзлых грунтах». Она стала одной из научных основ работы, которую увенчала Ленинская премия за строительство города Норильска и Норильского комбината в условиях вечно мерзлых грунтов, было сказано в постановлении. Таймырская мерзлота сковывает почву в среднем на 300 метров в глубину. Каменно твердая, трудная для обработки, она становится предательски ненадежной, когда оттаивает. На ней нельзя строить обычными методами. Норильчане нашли выход. Здесь возводят свайные фундаменты и поднимают здания над замерзшим грунтом. Мороз и ветер охлаждают каждую сваю, и тепло от здания не передается фундаменту. 200 тысяч квадратных метров жилой площади ежегодно сдают строители Норильска. Но город растет. И председатель горосполкома Юрий Михайлович Смолов уже думает о тех жилых кварталах, которые встанут на месте безлюдной тундры рядом с городскими окраинами. Здесь будет новый район города, Аганер. Сто тысяч жителей. Высококомфортные условия. А начинался Норильск с домика, где в 1921 году зимовал Николай Николаевич Урванцев, первооткрыватель богатейших залежей края. Это были трудные зимовки. В новых домах Аганера, где нижние этажи будут заняты зимними садами, а здания свяжутся крытыми пешеходными переходами, человек будет защищен от злой пурги и 50-ти градусного мороза. Его не будет угнетать мрак полярной ночи. КОНЕЦ В прошлом году я первый раз попал в полярную ночь. Конечно, как-то себя неестественно чувствовал, ненормально. Чувствовался как-то, тянуло больше в сон, усталость была, но все равно очень интересно. Видел северное сияние, это вообще неповторимо. В январе прошлого года говорить ничего не мог, абсолютно потому, что неповторимые краски. И бывает это всего только четыре недели, полярная ночь. Тьфу, четыре месяца. Ну и вот. И люди делают, ну как на юге, днем ходят в садик на работу, а ночью, ночью спят. И даже они могут различать по часам, когда утро, а когда ночь. Мне очень хочется спать. Чего ты не готова? Нет. Чего ты не готова? Нет. Там уже на улице не было. Но обязательно нужна здесь сила волешивая. Выработана. Ну и опять с годами нарабатывается вкус уже к работе. И своего рода привычка, действительно. Самый настоящий вкус к работе, как вкус к всему, нарабатывается в жизни. Это действительно так. И уже свыкаешься, буквально месяц проходит какой-то, уже наступает самая настоящая адаптация. Люди севера привыкают к необычному режиму жизни и работы. Но все равно северянин в долгие полярные зимы скучает по зеленым росткам, тянется ко всему живому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все ждать и ждать, как неуклюже зашевелился грузный лед Первые дни весны, которые приходят сюда в июне, радость для каждого жителя Только два месяца в году в Норильске не бывает морозов Среднегодовая температура минус 10 Когда-то в 30-е годы Норильск виделся поселком Холостяков Местом временного проживания Сегодня население Норильска 265 тысяч человек 8% коренные жители Заполярья Субтитры создавал DimaTorzok Современный уровень производства привел к тому, что на комбинате работает много женщин Одна из них Лариса Ивановна Стасева, мастер смены хлорно-кобальтового цеха Ее труд отмечен орденами трудовой славы всех степеней Работа, конечно, сложная Я бы сказала, что у нас все женщины справляются отлично с этой работой Добросовестные такие Что касается культуры производства На них больше можно положиться, чем на мужчин Мужчины так общий фонд создадут А женщина уже досконально все придет в порядок Энергии Ларисы Ивановны удивляются многие В том числе и начальник цеха Изосим Алексеевич Чалкин Вот Лариса Ивановна обладает колоссальной трудоспособностью Энергией, которая двигает все вперед Что вокруг нее имеется Она умеет мобилизовать на решение любых задач Вот Лариса Ивановна вся в своем роде А дома, значит, муж, двое взрослых сыновей И удается, как она может все совмещать Я вообще-то смирился с этой уже популярностью Привык тоже Вообще-то, я бы сказал, лучше бы она была неизвестной Больше бы находилась дома Почаще на кухне заходила Да, чаще на кухне была бы Ну, у нас вот, понимаете, разделились эти Как это сказать? Обязанности Да, обязанности Собственно, дома это все на мне почти Ну, не почти, то есть это, как сказать Не все, но Не часто на доме бывает В дни 50-летнего юбилея К орденам Ленина и Трудового Красного Знамени Которыми был отмечен комбинат Прибавилась еще одна награда Орден Октябрьской Революции Усложняется техника Повышается мастерство норильчан Углубляются шахты Там, на глубине 1600 метров Залегает порода В которой 14 элементов таблицы Менделеева Самое богатое месторождение в мире Орден Октябрьской Революции Здесь работают отличные мастера горно-рудного дела Такие, как лауреат Ленинской премии Николай Семенович Кулеш Мировой рекорд Был установлен В 1965 году Это установила наша бригада На Чесайском полиметаллическом комбинате Мы прошли за 31 рабочий день 1237,6 погонных метров Вот уже 20 лет Эта цифра стоит И у нас в стране И за рубежом Ее еще пока не перекрыли 20 лет назад Для обмена опытом В Норильск приехали Со всего Союза Специалисты горного дела Из Казахстана вызвали Николая Семеновича Он приехал поделиться своим опытом с северянами И остался Сейчас Навстречу бригаде Кулеша Торопятся проходчики Анатолия Семеновича Татаренкова Идет соревнование Кто раньше подойдет к месту сбойки Бригады встретятся И еще одна подземная выработка Войдет в строй Идет будничная работа Комбинат вступает В новое 50-летие Кто идет работать под землю Становится проходчиком Горняком Мечтай он должен работать Только по призванию Любить свое дело Я уже Около трех десятков лет Тружусь И считаю, что Выбор, который я сделал Он у меня правильный Ну а сейчас Игорь отслужил На Дальнем Востоке Был пограничником Сейчас Женился Внучке три года Трудится у меня в бригаде Проходчиком Фамилию нашу Держит хорошо Станет отличным проходчиком Я проработал в общей сложности На севере 37 лет И установил следующее Что тот человек, который боится севера А боится севера Человек, значит, у которого И есть немного малодушия Тот человек, который приезжает Только за длинным рулем Обыкновенно Долго на комбинате не задерживается Это полтора года максимум Обыкновенно Через полгода Такие товарищи спешат уехать Через год Их вы уже не увидите на комбинате Поэтому Естественный отбор Вот этих сильных Преданных делу людей Он на комбинате Проходил на севере Вообще И будет видно дальше проходить Все здесь связано С преодолением С постоянным преодолением Это и первые дни Пребывания В суровом краю И первые пурги И первые полярные ночи И вот в постоянном преодолении Человек оттачивает Лучшие черты своего характера Я бы выразился такой фразой Применил такую фразу Что здесь существует Максимальная возможность Для самовыражения личности А мы такие зимы знали Вжились в такие холода Что даже не было печали А только гордость и беда И в крепкой ледяной обиде Сухой пургой Ослеплены Мы видели Еще не видя Глаза зеленые Весны Мы видели Еще не видя Глаза зеленые Весны Глаза зеленые Глаза зеленые